Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Solaris 2012 года выпуска. Двигатель 1.4, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 124 тысячи километров. Помою на нем дроссельную заслонку. При резком нажатии газа идет как бы немножко провальчик, но кто-то скажет, что это не связано с заслонкой. Здесь заслонка просто не мылась. Хозяин говорит, что проблемы при трогании с места включаешь, когда дрожание идет, как будто не хватает мощности и какой-то провал. Свечи поменял, ничего особо не изменилось. Ну просто как вариант предложил помыть дроссельную заслонку и посмотреть, что из этого получится. Снимаю, мою. Сейчас заведу, покажу, какие симптомы, что не нравятся хозяину. Автомобиль прогрет практически полностью. Но вот если на педаль газа надавить, вот такое идет запоздание. Понятно, это и не болит, но все равно должно чуть-чуть порезче откликаться на педаль. Свечи поменены новые, стоят. Поэтому снимаю дроссель, мою его. Посмотрю, как он здесь обучается. И посмотрим после мойки, что будет, как он будет выглядеть. Сейчас вот ворота опустятся на педаль. Вот настолько резко он реагирует. Иду, снимаю дроссель. Снимаю крышку воздушного фильтра и снимаю воздуховод. Так, ну я, наверное, отсоединю, чтобы по отдельности снять. Так удобнее будет для меня. Головка на 10. Здесь две защёлки. Поднимаю. Снимаю шланг. И откручиваю снизу хомут. Сдёргиваю патрубок. Всё, вот она дроссельная заслонка. Можно, в принципе, снять и так, но я корпус воздушного фильтра сниму. Здесь два болта на 10 спереди и один сзади. То есть, наоборот, один спереди и два сзади. Это два болта на 10 спереди. Так, вот он. Сверкою гонку. Сверху гонку. Сверху гонку. Сверху гонку. Дроссельная заслонка видно даже спереди, грязная. Такое впечатление где-то как будто подсос грязного воздуха шел. Снимаем разъем. И откручиваю четыре болта головка на 10. Такое впечатление. Такое впечатление. Такое впечатление. Дроссель открутил. Теперь у нас дроссель держит только два шланга на охлаждение. Сейчас автомобиль горячий, немножко пусть остынет. Снимаю. Здесь по прокладке хорошо видно, что там творится. Лишним помыть точно не будет. Маленько подостыло, снимаю хомуты. Отключилась камера батареи. Хомуты. Хомуты я снял, ослабляя патрубки. Один и второй. Но все равно помаленько потеря антифриза будет. Приготовил болты. Приготовил болты. Получается десятка. Давление в системе сбросил. Здесь еще сверху по отрывок. Лишним пом Burton. Приготовил молчуп. Б Alberца. Третья. М researcher. Играя. Чешу. Крым. Один医. Субтитры сделал DimaTorzok Болтом затыкаю И сдергиваю второй На удивление Антифриза потерял совсем чуть-чуть Но это наталкивает на другую мысль В системе мало антифриза значит Буквально две капли Особо и коробку даже не вымазал Ладно, сейчас посмотрим Вот такой вот дроссель Просто чернющий Беру мою Беру очиститель Карбюратора И мою Мою Стараюсь вот так вот вниз Вот этим электрическим модулем Не держать Всегда стараться держать его вверх Мою Субтитры сделал DimaTorzok Дроссель я помыл Пока протирал, продувал Здесь испарилась Частично очиститель Вот такой Песок и грязь Хотел сказать Еще Вот эти по бокам Темные пятна Это не грязь Ее не пытайтесь оттереть Это смазка Она на ось наносится В местах соприкосновения Поэтому оставляем так Ну и как сказал Когда моем электронную часть Вот эту Стараемся вниз Так не переворачивать Чтоб по оси ничего не попадало Ну и все Иду устанавливаю на автомобиль Попробую его обучить Посмотрю как он обучается Заведем Попробуем как будет работать Прокладку вытащу Силиконовая прокладка Протираю ее И устанавливаю на место Одеваю Патрубки Протираю ее Хотя вот сейчас Выдернул второй болт Плюхнула маленько Антифриза Чтоб пояс Чтоб поясание Чтоб поясание Немного ! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мультифриз позиционируется как антифриз, который добавляется в любые антифризы. Совместим со всеми. Номер для заказа 800-534. Немного, немало добавил. Грамм, наверное, 200. Запускаю двигатель, прогреваю его. И потом уже попробую обучить. Сразу подкинул обороты на прогревные до 2000-1800. Сейчас снизилось, но еще даже не норма. Держит где-то 900 оборотов. Обороты плавают. Пусть прогревается. Ну-ка, а на таких, как он на педальку реагирует. Моментально. Дроссель еще не обучен. В каком-то режиме еще прыгает. Ладно, пусть греется двигатель. Ну вот, видно хорошо. Двигатель прогрелся. Выше температура не поднимается. Обороты. Обороты плавают. Плавают от 900 до 1100 примерно. Ну вот сейчас 900 держат. Вот к 1000 подходят. Работает нестабильно. Даже если газануть, он медленно сбрасывает обороты. Хоть на педальку он реагирует и быстро, обороты медленно уходят. Он сейчас 1000 держит. Посмотрел, адаптация на Солярисе простейшая. Насколько она эффективна, я не знаю. Сейчас закрою капот. Не знаю, насколько надо было. Не надо капот закрывать. Если концевик там есть, не стал разбираться. Ну, проще закрыть. Теперь глушу двигатель. Ключ я вытащил. Жду немножко. Включаю зажигание. Не запускаю. А вот теперь с включенным зажиганием оставлю автомобиль. Ну, минут на 10, наверное. Написано так. Пусть постоит. А после этого надо будет выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть именно его с ключа. Имитировать выход из автомобиля. Ждем. Сейчас время засеку. Ну что, прошло 10 минут. Ускоряться я не стал. Быстрее делать не стал. Подождал именно 10. Выключаю зажигание. Выхожу из автомобиля. Не запуская его. Закрываю дверь. Открываю дверь. Сейчас резкость наведется. Завожу. Вот и все. Обороты опустились до нормы. Не надо никаких танцев с бубнами. Играть педалью. Подключать компьютер. 10 минут. Ровно 10 минут подождал. Обороты стоят в норме. И не плавают. Пробую педальку газа. Возвращаются на место. Вот так обучается дроссель. На педальку стал реагировать лучше. Незначительно. Но улучшение есть. Сейчас надо покататься будет. Посмотреть. На этом все. Чистку дроссельной заслонки. И ее обучение. Я закончил. Всего вам доброго.